Трудности, с которыми столкнулись, они носят не только внешний характер, они связаны с нашими с вами недоработками. Но мы с вами давно предпринимаем усилия и попытки изменить структуру экономики, облагородить ее, придать более инновационный характер. Но события последнего времени показывают, что недостаточно. Мы проходили непростые времена 2008-2009 годов. Антикризисные меры, естественно, по поручению президента и моему поручению будут подготовлены. Часть из них уже реализуется, часть из них должна быть внедрена в ближайшее время. Это наша с вами прямая ответственность, и мы должны ее оправдать. В России август традиционно ассоциируется с разного рода кризисами. Сегодня кризис тоже рядом. Его ощущают все большее число россиян. Однако сложно удержаться от сравнения происходящего в наши дни с событиями, когда страна входила в предшествующий кризисный цикл. Кризис 2008 года начался в условиях, когда во всем мире механизм экономического роста, основанный на гиперболизированном увлечении финансами, дал сбой. Обвалились фондовые рынки, цены на активы, рухнули котировки сырьевых товаров. Россия оказалась хотя и наиболее затронутой кризисом. Ее ВВП упал сильнее, чем в любой из стран G20, но все же одной из многих, кто пострадал в те годы. Рецессия 2008-2009 года имела форму латинской буквы D с очень резким падением, но и довольно быстрым выходом из рецессии. Надо при этом сказать, что падение в России, в российской экономике было гораздо более глубоким, чем в любой из других стран G20, но и восстановление роста происходило так же быстрее, чем не во всех, но во многих странах G20 и, кажется, во всех странах G7. В США рост ВВП составил 6,4%, в Евросоюзе 2,7%, в России по итогам двух лет зафиксирован спад на 3,1%. В тех же США фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 32% превышает максимумы 2008 года. В Германии DAX 30 на 47%, в России RTSI составляет всего 37% от докризисных уровней. В то время, как компании продолжают сокращать рабочие места и часы, все больше людей оказываются в зоне риска. Из-за сокращения количества заказов и травмы ноги электрик Владимир Захаров вынужден был обратиться за помощью. Потом мне получилось так, что работы нет, за жилье платить нет. Мне посоветовались обратиться в центр, могут вам помочь в первое время. В прошлом году экономика России сократилась на 3,7%, а число бездомных на улицах вызывает все большее беспокойство. Мы видим увеличение количества бедных, причем заметное, резкое увеличение количества бедных. Такого не было в кризисе 2008-2009. В 2008 году количество бедных уменьшилось. Нерешенных проблем еще очень много. И главное из них, мы с вами это тоже хорошо знаем, это большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. Кризисные явления в экономике последних лет, они сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, оно, к сожалению, увеличилось. Перед нами состоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше тагетировать эту бедность. Если прежде российская экономика страдала от того, что была глубоко интегрирована в глобальную хозяйственную систему, то сейчас кризис во многом порожден стремлением политической элиты закрыться от мира и найти свой особый путь развития, идущий в разрез с тем, который выбран большинством развитых стран. Это заметно и во внешнеполитической линии. В 2008 и 2014 годах началу кризиса предшествовали драматичные военные конфликты в Грузии и в Украине. Однако ответом на первый стало быстрое примирение с Западом, выдвижение ряда конструктивных инициатив на международной арене, а затем и заметная перезагрузка отношений с США. Не говоря о принятии новой внешнеполитической доктрины, в которой главной целью внешней политики обозначилось создание условий для экономического развития страны. Мы сделаем это вместе. Спасибо большое. Вы очень приятно. Мы работали hard, чтобы получить правильный русский язык. Ты думаешь, что мы получили? Ты получил это ошибку. Я получил это ошибку. Это должно быть перезагрузка. И это говорит перезагрузка, что означает овощадь. Ну, мы не дадим тебе это делать с нами, я предупрежусь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Будет на мой успех. Результатом второго конфликта стала невиданная конфронтация между Россией и остальным миром. Введение против кремлевского режима санкций и ограничений. Всякие ограничения, о которых я так вскользь упомянул в своем выступлении, так называемые санкции, дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес. Они мешают ему работать, понижают их конкурентноспособность, освобождают ниши на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. Ну, мы к этому относимся спокойно. Жалко только, что нарушаются фундаментальные принципы ВТО, мировой экономики, рыночной экономики, конкуренции. Подрывается доверие к международным финансовым институтам, доверие к резервным валютам, к доллару и к евро. Это наносит долгосрочный, невидимый, на первый взгляд, ущерб для всей мировой экономики. Правительство не будет ничего делать, пока президент Путин не сформулирует свое отношение к кризису и свое понимание того, как из него надо выходить. Его понимание заключается в том, что это временное явление, которое обусловлено тем, что Запад ответил санкциями на российские политические эксперименты в Украине, что цены на нефть временно упали, Путин еще в августе говорил, что падение цены на нефть ниже 80 долларов за баррель – это катастрофа в мировой экономике, он так долго жить не может. Он, видимо, в это верит. Он считает, что цены восстановятся, санкции отменятся и все пойдет, как было. Поэтому вся стратегия правительства сейчас нацелена на то, чтобы достаточно спокойно пережить ограниченный период времени. Будучи уверенным в том, что все восстановится, власти считают, что никаких серьезных перемен делать не нужно. Что касается так называемых санкций, я и первый так называемый пакет считаю незаконным и недружественным актом в отношении России, который, безусловно, наносит ущерб российско-американским и российско-еверским отношениям. Но что касается второго так называемого пакета, это вообще непонятно даже, о чем речь. Мне даже трудно объяснить, с чем это связано, потому что нет никакой причины следственной связи между тем, что происходит сейчас на Украине и Россией. На протяжении кризиса 2008-2009 годов военные расходы составляли в России 1,11 триллиона рублей, тогда как в 2014-2015 годах уже более 3,3 триллиона рублей в год, что выступало и выступает чистым вычетом из национального благосостояния. В период кризиса конца 2000-х годов в России понимали, что ее будущее может рассматриваться только в контексте мировой экономики. И это поддерживало инвестиционный климат и взаимодействие с миром. Стратегический характер партнерства между нашими государствами, между Россией, Европейским Союзом и входящими в Евросоюз участниками особенно заметен в контексте экономических связей. Хотел бы сказать, что, скажем, оборот прошлого года, он оказался одним из самых высоких за всю историю и превысил 300 миллиардов долларов. Это означает, что наши страны выходят из ситуации, в которой находились в 2008-2009 году и выходят из глобального кризиса. Хорошим стимулом было развитие той идеи, которая возникла также в прошлом году, идеей партнерства для модернизации. Как доложили ее координаторы, существует целый ряд конкретных предложений, проектов в высокотехнологичных областях, в том числе и в рамках новых технологических кластеров в нашей стране, включая Сколково. Мы заинтересованы в том, чтобы в этих проектах было как можно больше предпринимателей. И я надеюсь, что эти проекты будут отличаться конкурентным преимуществом. Сейчас разумных голосов во власти больше не осталось. Управленцы РФ перерубили многие нити, связывавшие россиян с миром. И уверенно добивают экономику бессмысленными импортными ограничениями и растратой инвестиций на поддержку так называемых отечественных производителей. Мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что происходит. Вот эти все санкции мы с вами понимаем, как люди взрослые. Мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что происходит. Мы, по сути, воспользовались некорректным поведением наших партнеров, особенно по тем странам, которые удачно освоили российский рынок сельхозпродукции. Но, я считаю, подставились, введя против нас известные санкции. Это дало нам и морально, и, я считаю, юридическое право ввести ответные меры. Представитель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на эти действия наших партнеров из некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. И прошу правительства оперативно подготовить и издать постановление правительства соответствующего. Произойдёт дальнейшая консолидация российского общества против тех стран и людей, которые пытаются нашу страну ограничивать и действовать против интересов её граждан. Таким образом, мы просто вернёмся в 80-е годы в отношениях с государствами, которые такие санкции вводят. Это печально. Если цель наших партнёров в этом, то она скоро будет достигнута. Это так или иначе влияет на нашу жизнь. Ничего хорошего в этом нет, потому что всякого рода ограничения в конечном счёте сказываются на самочувствии экономики, на движении курса валюты. Это ж невозможно не заметить. Вот эти все санкции мы с вами понимаем, как люди взрослые. Не мы их придумали. Это было сделано специально для того, чтобы ограничить нашу страну. Могу сказать только одно. Если у вас последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, ну это можно назвать совершенно прямо. Это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья должны это понимать. Более 7,5 тысяч тонн санкционной продукции уничтожили в России за год. Это данные Ростельхознадзора. Больше всего запрещенки оказалось в Брянской и Смоленской областях. Там избавились почти от 3 тысяч тонн овощей и фруктов. Уничтожали и продукцию животного происхождения. Ее обнаружили в Алтае, Алтайском крае и Белгородской области. Указ об утилизации продуктов, попавших под российское эмбарго, президент Владимир Путин подписал в прошлом году. Общая зацикленность на враждебности окружающего мира и на проблемах безопасности приводит к тому, что если в 2008-2010 годах власти говорили о модернизации, технологическом прогрессе и открытости, что даже на уровне риторики имело благоприятное влияние на деловой климат, то сегодня Кремль осознанно наносит серьезные удары по наиболее инновационно и технологически емким отраслям экономики, сектору мобильной связи и интернет-коммуникациям. Дестимулирует инновационные сектора, заметно ограничивает научные и студенческие обмены, делает ставку на государственные компании сырьевой и военно-технической направленности, а не на частный сектор, предполагающий большую кооперацию с внешним миром. Поворот на Восток и приоритеты в пользу интеграции на постсоветском пространстве указывают на четкую направленность российской политики в сторону откровенного авторитаризма, то есть на полное отрицание ранее распространенного тезиса о том, что свобода лучше, чем несвобода. Такая апология несвободы перетекает из политики в экономику. Кроме того, Россия ориентируется на сотрудничество не с постиндустриальными Европой и США, а с индустриальным Китаем. Чем еще больше закрепляется сырьевая ориентация. Китай – наш партнер, союзник. У нас с ними очень добрые отношения, с китайцами. Но, к сожалению, вы знаете, и у них сейчас есть проблемы. Темпы роста у них серьезно страдают. От этого, в связи с тем, что сокращается объем экономики, мировой экономики, а от этого зависит и стоимость барреля нефти. От того, что перепроизводство этого топлива, оно не потребляется сегодняшней экономикой. Так, как это думали экономисты раньше. Это одна из причин сегодняшних сложностей. Совершенно различным является и отношение государства к предпринимателям. Если в ходе преодоления кризиса 2008-2009 годов президент санкционировал самое масштабное в истории современной России изменение в уголовном законодательстве, которое привело к декриминализации значительного числа экономических преступлений, то нынешний курс указывает в противоположном направлении. Давление силовиков на бизнес только растет, а умножение правоохранительных структур позволяет не надеяться на изменение ситуации. Бойцы Национальной гвардии будут помогать приставам выселять должников, вселять на их место взыскателей долга, а также приостанавливать работу компаний. Такие поправки в закон об исполнительном производстве предлагают внести Министерство внутренних дел. Сейчас судебным приставам помогают сотрудники полиции. При этом в пояснительной записке к законопроекту нет объяснения, для чего потребовалось привлечь еще и военнослужащих Национальной гвардии. Предназительное выселение должника возможно, если тот дважды отказался покинуть квартиру добровольно. Очевидно, что именно этот бюрократический характер курса, объявленного в 2012 году, привел к тому, что темпы прироста ВВП, составлявшие 4,9% в первом квартале 2012, опустились до 2% в четвертом квартале того же года, до 1,3% в третьем квартале 2013, 0,7% в третьем квартале 2014, а затем ушли в отрицательное значение, где пребывают и поныне. Как вы думаете, за эти два года, которые вы говорите, через два года будет лучше, пройдем ли мы через финансово-экономический кризис, и за это черный для рубля понедельник-вторник была лавина критики и в адрес Центрального банка, и председателя, и правительства, соответственно, согласны вы ли с ней? Спасибо. Я сказал, что при самом неблагоприятном стечении внешнеэкономической конъюнктуры такая ситуация может продлиться приблизительно, это же никто не может точно сказать, в течение двух лет. Но это совсем не обязательно. Ситуация может выправляться и раньше. Российские руководители, доля выходцев из силовых структур, среди которых превысила всякие разумные пределы, видят в предпринимателях не движущую силу экономического роста, а классово-враждебную силу, считая своей задачей раскулачивание врага ради наполнения бюджета, хотя бы и разового. Макать нас будут точно так же, а мы и существенно больше. Когда наш гарант сказал о поиске компромиссов, он ничуть не соврал. Ведь, собственно, когда вы удавите к чертовой матери любую альтернативу, это тоже компромисс. А могли бы и убить. Могли бы убить, могли бы и вилочки в глазик кольнуть. Поэтому это тоже компромисс. Так что поверьте, что с компромиссом будет все хорошо. Не менее важное отличие легко заметить и в том, каким был ответ экономических властей на кризис 2008 года и на нынешние проблемы. В первом случае, как и в большинстве других стран, российское правительство вбросило в экономику значительное дополнительное средство, поддерживая как производителей, так и население. Суммарный объем средств, заявленных как выделяемые на осуществление разнообразных антикризисных мероприятий, какая доля их действительно пошла в дело, точно оценить практически невозможно. Достиг в 2008-2009 годах 13,9% ВВП, что было соизмеримо с усилиями правительств других развитых стран. Россия оказалась, несмотря на глубину спада, единственной из развитых стран, где реальные доходы в 2009 году выросли, а не сократились. Это позволило поддержать экономику и относительно успешно пережить кризис. Напротив, сегодня мы наблюдаем нежелание властей помочь населению и бизнесу адаптироваться к новой нормальности. Каждому предписывается выживать в меру собственных возможностей, что, скорее всего, обусловит очень медленный выход из рецессии или долгую стагнацию. Период 2008-2009 годов был также временем, на протяжении которого власти довольно четко отдавали приоритет социальным статьям расходов и не только пенсионному обеспечению или зарплатам госслужащих, но также образованию и здравоохранению. В 2007-2010 годах реализовывались национальные проекты в области здравоохранения и жилищного строительства. Провозглашенная Медведевым программа модернизации предполагала значительные инвестиции в образование и науку. Впервые в России кризис не спровоцировал эмиграционных настроений, в чем он радикально отличался, например, от событий 1998-99 годов. В наши дни взят курс на радикальное сокращение расходов прежде всего на отрасли, связанные с воспроизводством человеческого капитала. Катастрофическое положение в здравоохранении отмечается в стране практически повсеместно. Зарплаты учителей и врачей, несмотря на риторику властей, во исполнении майских указов на деле сокращаются, порой даже в номинальном выражении. Я бы предложила Дмитрию Анатольевичу на эту зарплату учителей пожить самому. А вы что скажете? Абсолютно такое же мнение. Разочарование среднего класса ситуацией в экономике и обществе растет. Все это тоже косвенно указывает на то, что нынешний кризис может быть дольше и опаснее предшествующего. И что все эксперты признают, что такая ситуация носит долгосрочный характер. Санкции, с которыми мы столкнулись, означают кардинальную смену внешних условий, в которых существует российская экономика. Эффект для платежного баланса от тех внешних шоков, а по-другому, наверное, нельзя это назвать, порядка 200 миллиардов долларов США. Можно говорить о тенденциях во внутренней политике, о ситуации с безработицей, о положении в отдельных отраслях и регионах, но общая картина выглядит достаточно очевидной. Действия российских властей в ответ на кризис, начавшийся в 2014 году, радикально отличаются от всего того, что они предпринимали шестью годами ранее. Почему? Самый простой ответ на этот вопрос заключается в том, что за эти годы в сознании российских политиков произошли неизвестные 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 изменения. Они пришли к выводу о враждебности Запада России, о невозможности легализации собственных богатств за рубежом, о том, что их благосостояние и безопасность не могут быть гарантированы нигде, кроме России. Офшором в России быть. Совет Федерации в субботу, 28 июля, одобрил пакет из семи законопроектов о создании специальных административных районов на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. А, народ обиделся, но я думаю, что Путину виднее просто, ну, кто там будет стоять, и он мало что решает, мне кажется, все-таки это Владимир Владимирович решает все, и как скажет так. Народ уже ничего вообще не решает. Народ решает, но я думаю... Решает, но его не все слышат. Нет, нет, просто народ все равно будет больше процентов поддерживать, ну, Владимира Владимировича, Путина. Медведев, Путин, там все это, все, что они должны... А мы верим в них. В этой новой ситуации власти нужны финансовые резервы, а не производственные мощности, экономия на пенсионерах, а не дополнительный спрос, подталкивающий развитие промышленности. Внешний мир, который выступает страшилкой для доверчивых избирателей, а не источником инвестиций для частного бизнеса. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем на путем переговоров, а переходят к террору. Вот это... это очень тревожная вещь. Официальным приветствием украинской армии станет лозунг националистов. Сегодня это подтвердил Петр Порошенко. Когда-то фраза была девизом, запрещенной в нашей стране украинской повстанческой армии. Выкрикивая ее, бандеровцы убивали десятки тысяч мирных жителей. Почему деградация всей системы случилась так быстро, нам следует спросить у самих себя. Но очевидно, что сравнивая два кризиса, прошлый и нынешний, сложно найти основания для оптимизма. Никакого кризиса у нас нет. У нас нет. Потому что как жили все, так и живем. По телевизору говорят, значит, есть. Я никаким образом его не ощущаю, но вообще-то он чувствуется. Я смотрю просто прессу, увольнение, закрытие предприятий. Ну, народ приспосабливается. Я думаю, что это временное явление. Судя по сообщениям телевизионного ящика, он есть. Я его чувствую не слишком сильно. Ну, немножко цены поднялись. Да, во всех странах сейчас. Извините меня, жизнь не лучшая. У каждого недохватки, деньги, проблемы какие-то, туда-сюда, работы, короче. Деньги не выплачивают по два-по три месяца. Ну, правительство это все. Они кайфуют по жизни, а мы, понимаешь, бедолаги страдаем. Хочу сказать, что Путин идет верным путем. Жить сложно. Ну, можно потерпеть. Мы нищие. Ну, я думаю, что лет еще 50. Вряд ли я доживу, конечно, до этих времен. Но все изменится. В книге Экклесиаста написано «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости своей ты спрашиваешь об этом». Наверное, это абсолютная истина. Но ведь Россию умом не понять, у нее особенный путь. И именно этим вызвано желание все чаще задавать себе этот еретический вопрос. Надеюсь, что это, даже почти уверен, что это временное явление. И постепенно, по мере насыщения рынка российским, отечественным продовольствием, будут снижаться и цены. Но, во всяком случае, они будут стабилизироваться. Сейчас мы как раз это и наблюдаем. Но в целом, конечно, я прекрасно понимаю, даю себе отчет о том, что потребителям все-таки для них это нагрузка. А вот как раз все в России начали экономить. На чем стали экономить лично вы, Тамара Георгиевна, Москва? На времени. Это самое дорогое, что у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин